Ребят, что происходит? Раз, два, три, четыре, в живой очереди, пять, шесть, семь, восемь, там, девять, десять, порядка одиннадцати машин в живой очереди, в четыре часа ночи. У каждой машины по три-четыре человека, чтобы сделать коты. Легкие. Всем плохо. И еще вот так вот. Продолжение следует. Выясните, как мы готовы вообще? Люди умирают в машинах, им холодно, им очень плохо. Друзья, привет. Ну, как вы же поняли, что я болею ковидом, чумой двадцатого века. Не тяжело, не под искусством длятся в легких, но не так, как хотелось бы, не дома, в больнице. Но речь сейчас пойдет не об этом. Хотелось бы коротко рассказать о том, что происходило и происходит. Может быть, кому-то из вас там поможет где-то, где-то подскажет, как действовать дальше. Скорая ждала, как вы уже поняли, восемь часов. Приехали в приемная. Там оказалась очередь из одиннадцати-двенадцати машин скорой, в которых было по три-четыре человека. Плюс в приемной находились люди тоже в очень хорошем и легком состоянии. Холодно. В скорой завести не могут, потому что нет топлива. Попросила приехать мужа, дабы помочь отогреть, отстоять, чтобы могли бы в этой очереди. Он бросил детей, приехал. Скорой находиться невозможно, поэтому если вы кого-то из близких или как-то планируете вызвать скорую, будьте готовы к тому, что может быть длинная очередь. Ночью, как мне сказали, повезло. Я всего лишь была шесть часов в ожидании. Кто был днем, они были с двух часов дня до двенадцати, это порядка десяти часов. В приемном порядка десяти сидячих мест, поэтому берите либо пледы, либо одеяло, либо одевайтесь очень тепло, либо берите в поддержку близких, в которых вы сможете побыть в теплой машине в ожидании своего очереди, дабы пройти к АТ. То, что было в приемном, ну реально были слезы, потому что я безмолвно смотрела это все на стариков, которым было тяжело ожидать своей очереди. Никто не возмущался, все сидели, ждали своей очереди, помогая друг другу, поддерживая. В приемном теряли сознание, было молодых всего три человека. Это я, парень, еще девушка, ему было, видно, тяжело, то есть кислород одевали друг другу, помогали. Фельдшера, врачи работают в нереальных условиях, они, я так понимаю, толком не спят, не едят. Один из врачей зашел и пил энергетики, сидя, просто снял маску, отключаясь на ходу. Они обсуждают, как кому тяжело, какие сутки, через сколько они работают, кто там умер от инсульта, потому что много курят кофе, курят, пьют кофе, энергетики. Они работают в нереальном режиме, в нереальных, я считаю, условиях. Мы должны им сказать за это спасибо, не злиться, потому что я зилась, когда приехала скорая, и торопилась. Забыла еще в самом начале сказать, что скорая была как маршрутная такси, которая собирала нас всех по адресам. То есть меня ждал уже мужчина в машине скорой помощи, другой больной. Мы заехали еще на один вызов за мужчиной, еще на один. И не важно, там подтвержденное, может быть, у тебя ковид, а может, у тебя все хорошо. В тот момент я была с отрицательными результатами, я могла вполне, в принципе, заразиться. Но так поставлены условия, что сейчас в таком режиме работает, к сожалению. Скорая, как маршрутное такси, собирает нас и привозит в приемное отделение, где мы стоим в нереальной очереди, чтобы пройти КТ. В чем сложность закупить еще одну КТ, чтобы это не задерживало скорой, которым нужно ехать на дальнейшие вызовы. Чтобы люди не мучились в очереди по 6-10 часов, ожидая, чтобы просто пройти обследование и получить дальнейшие действия. Отвечая на вопрос, почему забрали, в принципе, в лечении было все правильно, забрали, потому что на фоне правильного лечения поражение легких у меня второй степени, состояние было не очень хорошее по кислороду. На фоне всего этого у меня уже болеет дома сын старший, и ему оказывают неквалифицированную помощь, к сожалению, участковые врачи, потому что все боятся ковида, как я не знаю, когда он сказал, что я лежу, ему участковую даже не послушал. Пришлось вести разборки с поликлиникой, нам назначили мазок, но результат, ну что мне с ним делать дальше, подскажите, пожалуйста. В лечении, как вы ему там сказали, не нужно, хотя я сама ему назначила антибиотики, кровь мы сдали платно. Мне бы хотелось, чтобы ему и сыну как-то помогли избежать последствий и осложнений после перенесенного ковида. Он уже ничего не чувствует 7 дней, у него слабость, температуры нет, сейчас кашля нет, но сам факт отношения пугает. Говорю быстро, коротко о том, что происходит дальше. У меня, находясь в больнице, начинает болеть мама, моя крестная тетя, они 68 лет, мама 60 лет и бабушка 92 года. Дальнейшие действия хочу вызвать скорую, но вспоминая о том, что когда у крестных был инсульт, они все подвержены, они в группе к риску, мамы легкие, бабушка 92 года и крестные инсультные. Кто скорой поможет вынести носилки, мы не знаем, когда приедет скорая. Мы не знаем и кто захочет из подъезда, а до этого сложно найти, когда человек просто там с инсультом, с какой-то болезнью. Когда понимаешь, что здесь там температура или это может быть ковид, ну, наверное, никто из вас не захочет пройти в эту там квартиру и помочь вынести носилки. Есть ли система, как действовать при таких обстоятельствах, и там по факту три старых человека, у которых, ну, я уверена, практически ковид. Какие тоже действия у нас есть, предписание у скорых. Ну и последнее, это лекарства. Их сейчас дефицит, найти мы их не можем, точнее мы их нашли, потому что у меня болеет по факту четыре человека, помимо меня. Искали друзья, искали знакомые, мы их нашли. Зачем ввели эту маркировку в период пандемии? Почему не скупайте, пожалуйста, вы все лекарства подряд в нереальных количествах, если вы не болеете, потому что их может не хватить тем, кому они сейчас нужны. И люди болеют, и нужна помощь именно сейчас. Как-то надо решать эту проблему, подсказка, есть лекарства в областях, в деревнях, там еще нет такого ажиотажа. Что будет дальше, не знаю, я, если интересно, потом продолжу, чем что будет заканчиваться. Но то, что происходит, это ненормально, нельзя удаваться, конечно, панике, но надеюсь, кому-то это было полезно и поможет. Берегите себя, близких, носите маски, обезараживайте руки, у меня все.